Жители многоквартирного дома в Верхнесадовом по адресу улица Титова, 63, недовольны состоянием своего подвального помещения. Несколько месяцев назад на стене здания повесили табличку с надписью «Укрытие». Но севастопольцы считают, что там спрятаться нельзя. По их словам, не так давно подвал был заполнен хламом и источал зловонный запах. «Подвал, конечно, желает лучшего. Только вот убрали тут мусора, столько было. Хоть мусор убрали немножко. Ну, чтобы, во-первых, идти, можно ноги сломать тут, плиты какие-то там качающиеся. Ну и так, я не знаю, как вот показывают в подвалах в Донецке. Ну там какие-то полы там вроде, а тут что это такое? Если долго тут находиться, как тут? Проблемный подвал обследовали сотрудники УК «Север» и чиновница из департамента городского хозяйства Севастополя. Они пояснили, временное укрытие предполагает нахождение там граждан не более двух часов. В состоянии подвального помещения дома номер 63 по улице Титова не нашли никаких нарушений. Сырость и зловоние отсутствуют. А осенью прошлого года оттуда вывезли более 10 кубометров мусора. Протечек не зафиксировано, вы сами это смотрели. Территория подвала убирается раз в год, с периодичностью раз в год от мусора. В принципе, большого мусора тут мы особо не наблюдаем. Вот. Окна, продыхи в подвале защищены решеткой от проникновения домашних животных. Несмотря на наличие решеток на вентиляционных отверстиях в подвале, мы обнаружили мумифицированный труб кота. А беспокойным жителям многоквартирного дома сотрудники управляющей компании «Север» объяснили, почему их подвал пригоден для временного укрытия. Высота потолков должна быть выше метра 70. Не должно быть препятствий для граждан пароходу в подвал, низкорасположенные трубы, водоснабжение, канализация и так далее. Освещение. Соответственно, этот подвал, он отвечает всем требованиям. Чиновники пообещали не затягивать с вывозом тело умершего животного. Для этого они привлекут имеющую на это полномочия организацию. А чтобы привести все подвальные помещения в нашем городе в порядок, нужно время. Вы сами понимаете, что определенное количество лет данные подвалы, будем так говорить, никто не смотрел, не убирал. Средств было мало. Первое, что это проводился текущий ремонт. Латались, как говорится, те моменты, закрывались, которые были в первую очередь необходимы для жизни наших граждан. На данный момент ситуация, конечно же, у нас немножечко обострилась с этим вопросом. Ну, даже, может быть, и немножечко, а достаточно серьезно. Поэтому этот вопрос сейчас на контроле и работа не закончена. Она будет продолжаться. В управляющей компании «Север» также обратили внимание на то, что у жильцов этого дома скопилась задолженность за содержание общего имущества. Также хотелось обратить внимание, что на сегодняшний день задолженность за содержание жилого помещения жителей составляет 856 тысяч рублей. Управляющая компания подала заявление на взыскание задолженности на сумму 674 тысячи рублей. Получены уже судебные приказы на взыскание 150 тысяч рублей и направлены на исполнение. Несмотря на то, что есть такая задолженность, управляющая компания выполнила ремонт подъезда, ремонт входных групп на сумму ориентировочно 700 тысяч рублей. При этом, по данному КСевер, из порядка 50 квартир, расположенных в этом доме, около 15 пустуют. Мы делали запросы в Росреестр установить лицо, которому принадлежат жилые помещения, однако информации в Росреестре отсутствует. Делали запрос в Министерство обороны на предмет принадлежности данных с пустых квартир. Нам ответили, что Министерство обороны ни одна из квартир не принадлежит. Затем мы обратились в фонд госимущества, чтобы они провели проверку на предмет безхозяйственного имущества. И по результатам, если есть такая, будет установлен факт, включили эти квартиры в имущество города Севастополя. На данный момент в Севастополе немало жителей многоквартирных домов, которые имеют задолженности. Сетуют чиновники. А чтобы подвалы в городе были в порядке, напоминают, граждане обязаны оплачивать всю сумму в счете на содержание и ремонт помещений. Жанна Тарасова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.